МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. Съемка запрещена. С точки зрения использования произведенной видеозаписи в качестве доказательства, к этой видеозаписи будут большие вопросы. Потому что доказательствами в процессуальном смысле считается только то, что получено процессуальным путем. Минздрав предупреждает. Ходят кони над рекою. Людей достаточно много, и если теперь этого клуба здесь не будет, куда все эти люди денутся и пойдут, это, конечно, неизвестно. Клуб на птичьих правах. Уфас против. Мы должны достоверно установить, когда, в каком виде, где распространялась реклама. Не каждая реклама одинаково полезна. Девятилетний супергерой. Именно так теперь называют третьеклассника из Теренгуйского района. Паша Иванов вывел из горящего дома трех человек – двух маленьких племянниц и маму. Поступок действительно героический, хотя сам юный спасатель и утверждает, что на его месте так поступил бы каждый. Однако спокойствие и четкость действий вызвали восхищение даже у профессионалов. Пожарные отмечают, что не каждый взрослый справился бы с подобной задачей. И вот я когда выбежала, когда Павлик меня разбудил, я выбежала из дома. Вот сюда подошла, вот здесь у нас стол стоял. Я подошла сюда. На виску вот так открыла, а там уже невозможно ничего сделать. Там вот всё крутит, вот так полыхает. А газовый баллон стоял вот здесь. Пытаясь закрыть баллон, Светлана обожгла руку. После хотела вернуться в горящий дом за ценными вещами. Дети не пустили. Сейчас, когда страсти улеглись, понимает, что были правы. Не уцелело ничего. Баллон взорвался ещё до приезда пожарных. Первым заметил огонь девятилетний Павлик, сын Светланы. Сначала хотел попробовать потушить, но быстро понял, что надо спасать близких. Годовалую Алису и двухлетнюю Виолетту Павлик отвёл к соседям. Вернулся за мамой, которая спала. После этого закрыл дверь. Пожарные говорят, что третиклассник всё сделал правильно. Даже профессионально. Я сидел, нянчился с детьми. И вдруг там стене что-то тряхтит. Я открыл дверь и пошёл в сеньки. И там огонь. Я позвал маму, она встала, я взял детей, улыбек наложил. Ты с детьми прямо вот через огонь пробежал, что ли, да, получается? Через огонь пошёл с детьми. То есть прямо через огонь с ними пробежал? Причину пожара сейчас устанавливают. Есть версия, что со спичками баловались соседские дети. Тушить огонь было непросто. Сильный ветер раздувал пламя. Если бы не гера из мальчика, пожарные могли не успеть вывести всех. Материальную помощь погорельцам собирает весь район. В школе выдали новые учебники взамен сгоревшим. Семью временно приютили родственники. Жильё, по словам работников соцзащиты, имеется и своё. Сам юный герой сейчас в больнице. Нет, он в тот вечер не пострадал. Но внимание специалистов всё же необходимо. 14-го числа Павел поступил больше под наблюдение. То есть на момент осмотра страшного угрожающего жизни ничего не было. Уже к пятнице Пашу планируют выписать. Соседи-односельчане хвалят мальчика. Пожарные приходят проведать. Навещают и журналисты. От такой славы мальчик слегка рабеет. Ведь он, как сам считает, не сделал ничего особенного. Только то, что сделал бы каждый. Как учили в школе. Как подсказало сердце. Минздрав предупреждает. Съёмка запрещена. 19 сентября на одном из ульяновских интернет-порталов появилась информация, что в городских больницах и поликлиниках висят предупреждения. Пациентам запрещено записывать аудио и видео, делать фотографии с участием медперсонала. Тема поднималась ещё в прошлом году, однако осталась без внимания. Мы решили разобраться, действительно ли такие нововведения и нет ли в этой инициативе нарушения законодательства. Можно снимать или всё-таки нельзя? А если с врачом произошёл конфликт и запись будет единственным доказательством? Ответы в сюжете Анжела Забашты. Информация о медработнике при оказании им помощи. Пациенту, полученное с помощью фото, аудио, видео, включая изображение и голос, являются данными ограниченного доступа. Использовать их без согласия последнего невозможно, за исключением некоторых случаев, установленных законом России. Такого рода объявления якобы появились в медицинских учреждениях города, в каких именно, не уточняется. Однако и без этого в больницах и поликлиниках действительно часто можно заметить аналогичные предупреждения. Где-то ссылаются на уголовный кодекс, где-то на федеральные законы. Суть одна – снимать нельзя только с разрешения. Если это было расположено в государственном учреждении здравоохранения, соответственно, врачи, сами по себе физические лица, да и в процессе работы, я считаю, имели право установить, ну, скажем так, воспользоваться своим правом, не дать согласия на использование персональных данных. Текст, который написан, с точки зрения закона, написан некорректно. Почему? Он не содержит какого-то посыла, который бы четко был выражен. Где нельзя снимать, почему нельзя снимать, что нельзя снимать. А вот частные клиники, если и захотят установить запрет, то, скорее всего, такая информация будет указана сразу в договоре на оказание услуг, которые нам выдается на руки. Но вне зависимости от того, какая это больница, с правилами запрета, возможно, согласиться пациенту будет вовсе не трудно. Однако это одна сторона вопроса. Совсем другая, если снимают видео, чтобы показать врачебный произвол, бездействие медиков или плачевное состояние больниц. Вот такая палата в отделении ОРВИ. Вы приезжаете в поликлинику Боткина. Видите, вот такие вот матрасы. Вот, дорогие, вот только вы попадете в Боткина, приблизительно ляжете в такую вот палату. Подобных видео в интернете сотни. Из недавних заснятых в Омске якобы нетрезвая медсестра и возмущенные пациенты. Дело происходит в местном травмпункте, правда, до сих пор не ясно, что же в действительности происходило с работником. Другие видео попадают в сеть с камер видеонаблюдения. Город Смоленск. Съемка прошлого года. Человек выходит из кабинета и падает. Проходящие врачи не обращают на мужчину внимания. Спустя полчаса он умирает в коридоре больницы. Этой историей уже после занялся следственный комитет. С точки зрения, скажем так, использования потом произведенной видеозаписи в качестве доказательства, к этой видеозаписи будут большие вопросы. Потому что доказательствами в процессуальном смысле считается только то, что получено процессуальным путем. Кадры, снятые на мобильной, будут расцениваться как иные доказательства. То есть никакого преимущества перед остальными данными, по словам Елены Шакуровой, у них не будет. Но встречаются с произволом не только пациенты. Май 16-го года Ульяновск на фельдшера скорой помощи совершено нападение. Февраль 18-го Липецкая область. Пьяные подростки избили женщину-врача в отделении реанимации, которая оказывала помощь их другу. И снова февраль, но уже 17-й год Тульская область. Пациент в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера скорой. Тогда же в Государственную Думу вносится законопроект об ужесточении наказания за нападение на медиков. Он еще не принят, он еще в стадии обсуждения и принятия. Но я думаю, что принят. И мы, Медицинская палата Ульяновской области, были одними из инициаторов принятия этого закона. Национальная медицинская палата приняла проект к разработке, после копии отправили по всем субъектам России. И, конечно, они получили полное одобрение со стороны всего медицинского профессионального сообщества. Анжела Забаштагина, Адибух Таяров, репортер 73. Медицина в цифре. Новейшие технологии вводятся в обиход медучреждений Ульяновской области, постепенно вытесняя бумажную волокиту и значительно упрощая работу персонала. Цифровизация позволяет не только наладить связь с коллегами из других регионов, но и улучшает качество работы с пациентами. Данные по обращениям в скором времени планируется перевести в информационное пространство и сделать доступными для подведомственных учреждений здравоохранения. Тему продолжит Вера Мещерякова. Перенатальный центр «Мама» – пожалуй, самый показательный медицинский центр региона по оснащенности новейшим оборудованием. Именно здесь врачи работают над тяжелыми случаями. Оперативность и высокотехнологичность – жизненно важный аспект каждодневного выполнения задач. Одной из передовых технологий, внедренных здесь, остается телемедицина. Телемедицина – разработка, позволяющая медикам получать консультации специалистов федеральных центров в режиме онлайн. Каждая такая консультация увеличивает выживаемость маленьких пациентов перенатального центра. За жизнь крошечного пациента – неполные 800 граммов. Трудный случай даже по сегодняшним меркам борются не только врачи из штата «Мамы». Им помогают коллеги в режиме онлайн. Во время виртуального обхода обсуждаются методы оказания помощи, корректируются действия, причем решения принимаются на месте благодаря мобильному оборудованию. С нашей стороны мы докладываем все по ребенку. Камера нацелена на все мониторы, которые есть у этого пациента. И непосредственно консультант НИИ Кулакова видит все параметры. Принимать решения незамедлительно и точно. Медицина – сфера нашей действительности, где не прощаются невнимательность и проволочки. Причем жалобы у пациентов не только на самочувствие. Помощь необходима и в случаях, когда возникает недопонимание со специалистом. С 2012 года в регионе работает контакт-центр. С августа 2018 в круглосуточном режиме. Следующий шаг – цифровизация. Улучшена оперативность. Жалобы и обращения, которые поступают в контактный центр, непосредственно в этот же момент направляются с помощью доработанного программного обеспечения в те органы по компетенции, куда они должны быть направлены, кто может дать ответы, кто может реально повлиять на ситуацию. Почти полтора миллиона – на новейшее оборудование. Подобными технологиями уже пользуются региональное министерство образования, Центр госуслуг и ряд мобильных операторов. Также на базе контакт-центра медицинского информационно-аналитического центра в скором времени появится ситуационный центр. Это фактически центр управления всей отраслью здравоохранения Ульяновской области. И на сегодняшний момент идут исследования лучших практик по регионам Российской Федерации. И планируется в этом году начать первый этап внедрения этого ситуационного центра. Также в планах здравоохранения – единый медицинский контур. Данные пациентов региональных центров будут доступны специалистам центров федеральных. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73. Уфа спротив. Антимонопольщики борются с недобросовестными рекламщиками. Несколько рекламных кампаний заблокировано по решению ведомства. Подробнее расскажет моя коллега Екатерина Терещенкова. Только за минувшее полугодие в Ульяновскую антимонопольную службу с заявлением обратились 76 горожан. Вот только возбуждено всего 16 дел о нарушении законодательства. Причины просты. Горожане часто жалуются на информацию, которая по сути не является рекламой. Например, размещена на официальном сайте производителя. Есть и другие причины отказа. Зачастую заявление состоит из трех предложений без приложения, соответствующих доказательств. А этого недостаточно для того, чтобы возбудить дело. Мы должны достоверно установить, когда, в каком виде, где распространялась реклама. Недостоверные сведения, отсутствует существенная информация. Вот лишь малая часть нарушений. Например, в рекламе кредитной карты одного из мобильных операторов были озвучены только самые лучшие условия ее предоставления. Кэшбэк 7,5% и бесплатное обслуживание. По факту оказалось все иначе. Фактически данная информация не соответствует действительности, поскольку бесплатное обслуживание карты банк не предоставляет, либо предоставляет по индивидуальной специальной программе для своих каких-то клиентов. И уведомляет об этом до заключения договора. Чтобы получить дополнительный 2% мобильный телефон или кэшбэк, для этого необходимо подключение дополнительных услуг, которые также увеличивают стоимость обслуживания банковской карты. Реклама должна доводить до нас достоверную информацию, но при этом не вредить конкурентам. Закон един для всех, а вот соблюдает его далеко не каждый. Недобросовестная реклама обманывает потребителя, но многие из нас до сих пор не готовы защищать свои права. За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий. Пять человек получили травмы различной степени тяжести. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Пожалуй, эта фраза актуальна только для взрослых людей, которые могут полностью взять на себя ответственность за свою жизнь и здоровье. Так и на дороге. Самые защищенные здесь водители. А вот дети – это участники дорожного движения, от которых ничего не зависит и которые должны полностью доверить свою безопасность взрослым. Накануне в Ульяновске дорожные полицейские провели массовый рейд на предмет выявления водителей, которые, наперекор правилам дорожного движения, перевозят детей без специальных удерживающих устройств и автокресел. Полицейские автомобили с включенными проблесковыми маячками выстроились в ряд на проспекте Нариманово. Инспекторы выборочно выдергивают машины из потока, чтобы проверить, пользуются ли водители для перевозки детей спецустройствами и автокреслами. Реакция автолюбителей адекватна. Большинство из них в полной мере осознает необходимость подобных мероприятий. Я считаю, конечно, так и будет не в этом разу проводиться. Так как очень много сейчас на дорогах погибает у нас детей, из-за того, что не родители, не предусматривая детство безопасности, без кресла. Это должно, конечно, обязательно, без раз, это все предусматривать. Кроме сотрудников госавтоинспекции, в акции «Автокресло детям» приняли участие народные дружинники, инспекторы по делам несовершеннолетних, представители общественности. Очень приятно, что мы заботимся о наших детях и так часто проводим эти мероприятия. Я обращаюсь к всем водителям, родителям, учителям, чтобы мы всегда заботились о наших детях. И будьте любезны, пожалуйста, пристегнусь. И я благодарю ДПС, что постоянно вот эти мероприятия проводим. Безопасность детей – это самое главное для каждого человека. К сожалению, трагические ситуации с детьми и на дорогах еще происходят, и никого это не оставляет равнодушным. Поэтому мы каждый раз обращаем внимание родителей и всех взрослых. Для того, чтобы перевозить детей, нужно использовать все методы безопасности. Напомним, в соответствии с законодательством для перевозки ребенка до 7 лет обязательно использование автокресла. Если 7-летний барьер Чада уже преодолела, то здесь на помощь водителю должны прийти специальные удерживающие устройства. Если же эти правила не соблюдены, то на водителя налагается административный штраф в размере 3 тысяч рублей. Конный клуб на птичьих правах. На грани закрытия снова оказался центр адаптивной верховой езды «Мой талисман», расположенный в новом городе. Его хотели выселить с арендованной территории еще в марте. Тогда в дело вмешались власти и обещали помочь с переездом, найти место, подвести коммуникации и возвести конюшню. Спустя полгода некоторые обещания сошли на нет. Начались судебные разбирательства. Подробнее Марина Тимофеева. Развивающая и адаптивная верховая езда – основные направления конного клуба «Мой талисман». Здесь лошади помогают детям и взрослым с проблемами опорно-двигательного аппарата. За 21 год центр поставил на ноги десятки человек, а сегодня возникла реальная угроза – закрытие клуба. Землю под ипподромом выкупила компания «Застройщик». И в марте руководителя Наталью Прежину поставили перед фактом – территорию освободить. Ничего не оставалось, кроме того, как обратиться за помощью к региональным и городским чиновникам. Власть включилась в проблему. В марте у нас был разговор с Гаевым и с Морозовым. И были обещания, что нас переселят с возведением конюшни в парк Пребрежный. Спустя шесть месяцев дело сдвинулось с мертвой точки. Администрация парка даже готова принять конный клуб на своей территории уже в конце этого года. Мы заказали проектно-смертную документацию подвод коммуникации – это воды и электроснабжение. Электроснабжение уже, точка подключения находится рядом. Вода, соответственно, мы ждем, как проектно-смертная документация будет к концу нам на руки отдана. И, соответственно, мы из бюджета города выделим на эту сумму и подведем коммуникации. И сейчас уже на данный момент эта территория огорожена забором с воротами. И, в принципе, мы можем уже рассчитывать, что конный клуб потихонечку начнет уже перебираться сюда к нам. Землю для конного клуба выделили, как и обещали. Но самое главное – конюшню. Строить придется самим. Только для строительства у центра денег нет. Все лето нам были отписки, что как только будет погода, конюшня будет возмедена. Все. И вот на последнем судебном заседании я даже писала в администрацию опять письмо, чтобы нам опять ответ дали конкретно, потому что мне в суде нужно отвечать о сроках. Ответа так не было получено. Было получено от представителя администрации уже в самом суде, что возведения конюшни не будет. Мы обратились в администрацию города Ульяновска, чтобы там пояснили, почему их обещания сошли на нет. Здесь сперва согласились дать комментарий, но спустя пару часов в телефонной трубке мы слышали только глухие гудки. Их же слышат и все остальные. Это, естественно, был для нас шок, если честно. Мы уже занимаемся давно и знаем, многие здесь занимаются, ходят, детки с ипотерапией, просто ребята занимаются, взрослые обучаются также. Людей достаточно много, и если теперь этого клуба здесь не будет, куда эти люди денутся и пойдут, это, конечно, неизвестно. 19 лошадей просто на пустое поле не перевезешь. Через несколько месяцев зима руководитель клуба сейчас в безвыходном положении, как и родители детей. Реальность оказалась далека от обещаний. Марина Тимофеева, Иван Демидов, репортер 73. Традиционные осенние ярмарки в этом году в Ульяновске стартовали с садоводческой тематики. Для горожан более привычен иной формат, где на прилавках овощи и мясомолочная продукция, выращенная фермерами и агрофирмами региона. Но и саженцы, что называется, зашли. В современных реалиях дачная тема все чаще обсуждается с жителями мегаполисов. А участки, по разным оценкам, есть от одной трети до половины россиян. И если часть земли ожидаемо занята под картошку, зелень и овощи, оставшиеся приходятся на плодовые деревья и ягодные кустарники. Так что товар с мини-ярмарки быстро находит своего покупателя. Главная задача по замыслу организаторов Министерства сельского хозяйства региона обеспечить горожан качественным посадочным материалом плодов и ягодных культур, выращенных на территории Ульяновской области. Поддержать и популяризировать отрасль питомниководства. Мы участвуем на всех ярмарках. А эту ярмарку именно помогли нам. Минсельхоз помог. Спасибо им большое. Горожане очень рады, довольны. Сегодня в области насчитывается около 160 тысяч дачных и садовых участков. Их суммарная площадь приближается к 12 тысячам гектаров. И на всех этих землях трудится в сезон почти 39% жителей региона. Около 500 тысяч человек в абсолютных цифрах. Я увлекаюсь просто клубникой. У меня много сортов, и поэтому я пришла ради того, чтобы посмотреть. Но мне очень понравилось. Так как у нас тут все-таки местные, наши производители местные деревья, я уже посмотрела, потому что я садовод со стажем и с большим стажем. И поэтому мне очень-очень понравилось. И почаще, почаще именно наших местных. У каждого продавца своя технология выращивания и свой подход. У меня сейчас они сделаны так, чтобы сажать осенью. То есть они дорожчины и закрыты корневой системой. То есть когда ее пересаживать, для нее никакого стресса не будет. Просто переходит в более комфортные условия. До 22 сентября с 8 утра до 6 вечера мини-ярмарка будет работать на площадке около Пушкаревского кольца. Ульяновские любители спорта уже который матч держат кулачки за хоккеистов в Волге. Первые товарищеские встречи показали, что у команды, несмотря на молодость, есть неплохие перспективы. Первая же официальная игра, кроме перспектив, обнажила и некоторые недостатки ледовой дружины. Хоккеисты постепенно вкатываются, ищут свою игру, отрабатывают и наигрывают новые тактические приемы. Которые пока что, к сожалению, результатов не приносят. Как Волга провела свою вторую официальную встречу, расскажем далее. В отличие от первого матча против Архангельского водника, начало встречи с Нижегородским стартом осталось за ульяновскими хоккеистами. Которые уже на первой минуте могли открыть счет после розыгрыша углового. Но надежно сыграл голкипер гостей. Нижегородцы же свой первый опасный момент превратили во взятие ворот. Отличился шведский хоккеист Патрик Юханссон, который после двух реализованных нижегородцами угловых оформил дубль. Мы знали, что игра довольно-таки сложная будет. Отдать должное команде Волга, она хорошо двигалась, была агрессивно настроена. Мы все-таки строим свою игру, стараемся воплощать тренерские задумки, тренерские схемы тактические. Ну, пошли стандарты, скажем так, стали реализовывать. Ну, и реализация моментов все-таки оставляет желать лучшего, но все-таки это есть прогресс в этом. Второй тайм начался с игры под знаменем нижегородского шведа, который к 50-й минуте оформил покер. Волжане сумели противопоставить старту только забитый на 73-й минуте один мяч. Как итог, 6-1 в пользу нижегородцев. Многое не получилось, но мы находимся только в стадии формирования, в стадии развития. За две недели как минимум трудно что-то создать, но тем не менее и положительное в этом есть. Мы пытались сегодня оттачивать всего две комбинации, они пока проходили, поэтому к чемпионату именно эти две комбинации уже хотя бы будут готовы. Готовые комбинации волжане смогут опробовать еще раз уже 20 сентября. В заключительном для Волги матче Кубка России по хоккею с мячом ульяновские хоккеисты скрестят клюшки с еще более молодой командой Кировской Родиной. С 23 сентября по 7 октября. Не пропустите! Международный цирк Шепиту Демидовых. С новым шоу. Белые тигры-кантоходцы, белые львы, матокаскадеры и многое другое. Все это цирк Шепиту Демидовых. Купол расположен на парковке ТРК Аквамоу. Мы тщательно проверяем аккумуляторы АКОМ. 46 контрольных проверок, высокие пусковые токи, соответствие всем техническим характеристикам, отсутствие внутренних дефектов. Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. АКОМ. Гарантия 36 месяцев. И в завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173. И вы в эфире Репортера 73. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите онлайн. Тройная W.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня.